Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы приступаем к работе после длительных выходных и праздников. Я надеюсь, что все хорошо отдохнули, погода была чудесная. А сегодня мы говорим о том, как правительство видит будущее нашей страны и сценарии развития, и как само население нашего государства это видит и воспринимает. И на эти темы ведутся исследования в университете имени Страдыня. Ими руководит профессор Сергей Струк, который сегодня у нас в студии. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Буквально несколько месяцев назад, накануне, наверное, COVID-19, вы презентовали результаты исследования, урок кризиса для демократии, источники и смыслы доверия и сотрудничества. Ну так, если на русский перевести. И это исследование в очередной раз показало, ну, в общем-то, низкий уровень гражданской активности нашего общества, о котором все знают, который призывают постоянно повышать. Однако, ну, население почему-то не откликается на эти призывы. Почему, как вы думаете? Что показали ваши опросы? Ну, потому что, во-первых, не нужно возлагать огромные надежды на сотрудничество. Очень много мы это слово употребляем, а не понимаем, что же за этим скрывается. Зачем? Для чего сотрудничать? Ну, нужно исходить с принципа. Нужно будет человеку сотрудничать, он этим будет заниматься, найдет свой интерес в чем-то. И в правительственных документах очень часто употребляются эти слова, тоже и в печати, это излюбленные слова той группы, которые называются расистами. И на самом деле это в 90-е годы и в начале 2000-х лет никто не говорил об участии в его сотрудничестве, потому что, наоборот, такая политическая постановка вопроса была такова. Вы нас избираете на 4 года, и только мы имеем право, избранные депутаты, у нас есть мандат принимать решение, поэтому отвалите. Занимайтесь в лучшем случае какой-то благотворительной деятельностью, но не лезьте в политику. То есть так вот, вот раздел возник между тем, что мы сейчас, потом, тогда называли олигархами и соросовцами, то есть соросовцев как инструмент в борьбе против доминирующей тогда политической и экономической элиты использовали вот эти либеральные лозунги об участии, об обратной связи, правящая коалиция, тогда ресурсов было много, просто подкармливали, и народ, очевидно, был доволен, копошились как могли, в малый и средний бизнес никто им особенно не помогал, но и не мешал, никаких там больших контрольных проверок не было, очевидно, поэтому у нас очень большая доля серой экономики была, можете заниматься чем хотите, у нас есть три основных основы экономики, финансы, транзит, ну и туризм еще, и этих денег достаточно для бюджета, ну а вы там, кто себя может прокормить, занимайтесь этим. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. То есть никакой социальной активности не нужно. Поменялась эта позиция где-то вот как раз начала меняться где-то с 2006-2007 года, когда наконец заметили, что очень большой отток населения в поисках работы за границей, вот тогда начали искать эту обратную связь, причины, почему же народ уезжает, ну да, потому что их тоже не слушают, нет обратной связи, не берут во внимание их мнение, поэтому вот нужно что-то делать. И так постепенно, и благодаря, кстати, Винтилу, которая депутатом была, в то время поменялась тоже концепция и государства благосостояния, ну не поменялась она, но по крайней мере какие-то нотки в парламентском, в парламентских дискуссиях начали звучать. То есть если раньше концепция государства благосостояния была «каждый за себя, идите, работайте, и вам, и вы получите, и будет у вас благосостояние, а мы вам не мешаем», в смысле правительства, то вот в речах Винтила уже появились такие нотки, что государство благосостояния – это не значит, что телевизор, холодильник и машина есть, а государство благосостояние, то, что называется по-английски welfare state, это касса взаимопомощи. Вот еще в центре Риги на Кальтио есть там старые надписи, Витземская касса взаимного страхования. Вот об этом идет речь. И вот наше исследование сейчас показывает, что главная проблема, в общем-то, наверное, очевидно, в публичной повестке дня – это вот отсутствие вот такой, говоря старым языком, кассы взаимопомощи. То есть люди очень неуверены в завтрашнем дне, потому что средств очень мало, и в случае потери работы, безработицы или, скажем, травма, инвалидность, семейные какие-то проблемы неурядицы, нет средств для того, чтобы пережить какой-то там период времени. И вот так это выглядит, что с точки зрения наших респондентов в вопросе, это самая главная проблема – отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Ну, слушайте, уверенность в завтрашнем дне отменили вместе с социализмом. Это при советской власти, ты знал, что у тебя всегда будет работа, государство должно было тебя обеспечить. Это в Америке они знают, почему они сейчас протестуют против карантина, потому что, да, там Соединенные Штаты – это не welfare state, не государство в логосостоянии, каждый за себя, каждый работает. Но почему такое возможно? Потому что рынок большой, и мы вам не мешаем в смысле государства, и любой человек с головой на плечах, он сможет всегда найти себе работу. Сейчас им просто запретили работать, и поэтому такое недовольство возникло. А вот помощь нуждающимся – это вот там организуют как раз неправительственные организации. То, о чём у нас здесь говорят, что нужно вот и сокрушаемся, что очень малое число населения занято в работе, участвует в работе неправительственных организаций, этого не государственного сектора, не занимается благотворительностью. Вот в Америке государственное богосостояние зиждется именно на этом. Налоги маленькие, государственные, но десятую часть семья платит церкви, которая является таким клубом, в случае необходимости, они вот в своём приходе, в своей общине, они эту помощь и дают. Мы платим налоги государству, у нас нет возможности, нам запрещают контролировать, как этот бюджет тратится, но и потом мы видим, что вот соседи, друзья, знакомые, родственники, они это в случае необходимости не получают, как и вот в это ковидное время тоже случилось. Поэтому вот у нас такой высокий уровень недоверия. Сергей, вы упомянули, что первоначально вот эта концепция вовлечённости, она была инструментом борьбы, ну, как бы новой политической элиты, которую олицетворяет сегодня партия «Единство» или «Новое единство», и старой – это партия приватизаторов, там, промышленников, хозяйственников, народная партия, там, господина Шкелла и так далее. Как из инструмента борьбы, и в чём этот инструмент борьбы? Ну, то есть это аргумент, который адресовался политическим оппонентам с целью их каким-то образом дискредитировать. Ну, дискредитации, растормошить народ, чтобы встали, наконец-то, на борьбу с олигархами, там, четвёртая, пятая, десятая атмосфера. Так вот этот аргумент сработал? Что бы случилось? Он не сработал, нет, сработал кризис. А революция жунтиков и беспорядки девятого года? Ну, какие там беспорядки, какая революция? Сработал кризис, и естественным путём дискредитировавшая себя экономическая партия отошла от дела, и постепенно вот эта культура политики начала меняться где-то как раз в девятом-десятом году, я так думаю, где-то к одиннадцатому году она уже сформировалась. А вот интересно, я сейчас подумала о том, что если привести аналогию с советским временем, то эпоха Брежнева, она ассоциировалась ну, как бы в поздние 80-е годы как застой, и стрелы критики были направлены против застоя, против такой стагнации в экономике, в политике и так далее. А сейчас, спустя 30-40 лет, Брежнева вспоминают как доброго дядюшку, при котором все жили хорошо, никто никого не трогал, была разрядка международной напряжённости и так далее. Может быть, и народников через какое-то время начнут воспринимать как таких добрых дядюшек, которые вот всех кормили, никого не трогали, и в принципе жирные годы-то пришлись как раз на их время, на их правление. Ну, возможно, как раз тот принцип, что не мешали, потому что анекдот Брежневского времени, мы делаем вид, что платим вам зарплату, а вы делаете вид, что вы работаете. То есть, такого вмешательства в индивидуальную, неформальную, а иногда даже незаконную деятельность, ну, иногда кого-нибудь вылавливали для острастки, но люди занимались тем, чем хотели, так же, как и во времена народников. И сейчас, смотрите, ведь первое, одно из первых решений нового правительства в 2009 году, какое было установить налоги на грибников и ягодников, потребовать, чтобы они торговали на дорогах с кассовыми аппаратами. Но это для нашего народа святое, тут эти реформы не прошли, установили там минимум, сколько, две тысячи латов тогда. То есть, постепенно начали влезать в наши карманы, и сейчас вот всё ещё больше разных контролирующих таких мероприятий. То снять решётки с окон на первых этажах, то потратиться на противопожарную сигнализацию, то эти вытяжки на кухнях, вот постоянно мелкие вот такие мероприятия с тем, чтобы влезть в наши карманы, побольше всяких нормативов вести, контролировать контролирующих личную жизнь, какой телевизор нам смотреть. Какой телефон покупать. Антенния, всё вот это началось где-то, наверное, с грибов и ягод в 2009 году, и процесс ещё не закончился. Ну, аналогия тогда, если историческое проводить, тоже Андроповское, ведь после этого тиши и благодати брежневского времени пришла пора контроля. Помните, как в 1983 году улицы вдруг опустили, все испугались, на работу стали ходить. И начались гонения на вот эту неформальную экономическую деятельность. Но, видим, по результатам это очень недолго продолжалось, потому что, конечно, против грибников и ягодников пойти – это гиблое дело. Хорошо, а если смотреть с точки зрения просто экономики, то что выдвинули, так сказать, новые политические игроки в этот период? Ну, хорошо, залезть населению в карманы, но источники финансирования, собственно, бюджета были найдены в гуще самого народа, то есть вот начался экспорт, поиски каких-то новых рынков, не потому что правительство выделило какие-то программы, помогло людям, так сказать, осознать себя в новой реальности, а именно потому что делать было нечего и спасайся кто может, как может. Ну, план экономического развития, который в этом году заканчивается, его лозунг был «даешь экономический прорыв», то есть новые технологии, новый план экономического развития, который весной был утвержден кабинетом министров концептуально, еще парламент, наверное, его должен утвердить. С 2021 года он вступит в силу, он предусматривает развитие новых технологий и наукоемких, производства добавленной, высокой добавленной стоимости, рост производительности труда и развития экспортного производства. То есть для этого что нужно? Ну, чтобы мы начали шевелиться, оторвали свою попу от кресла, как думает правительство, потому что мы лениво ничего не хотим делать, сотрудничать и заниматься, ученые не хотят делиться своими открытиями с коммерсантами для того, чтобы организовывать это производство, вот на это уповают. Решения какие видит правительство? То, что нас нужно воспитывать, нас воспитывать кооператорский дух, сотрудничество, то есть в 93-м году он не нужен был, колхозы ликвидировали, каждый сам за себя и каждый отдельно, индивидуально эффективнее сможет решить проблему. Вот такая тактика была неолибералов с Латвии и народников, о чем я уже говорил, не вмешивайтесь в наши политические дела, занимайтесь чем хотите, мы вам не мешаем. Сейчас же решили вернуться к этой кооперации и понимать, что это наукоемкое производство без сотрудничества не может происходить, но правительство считает, что это сотрудничество или его отсутствие – это наша с вами индивидуальная психологическая проблема, что мы такие плохие, у нас нет каких-то чувства принадлежности к чему-то и правительство будет нас воспитывать. и потом мы с вами будем сотрудничать и какое-нибудь наукоемкое производство воспользуйтесь моими научными открытиями и куда-то их впихнете в экономически эффективное производство. И второе, для чего, вот почему эти слова сотрудничества и взаимодействия необходимы, второе, на что правительство упывает – это благотворительность. То есть правительство не справляется с функциями, которые оно взяло на себя в государственном благоденстве. Валфор стоит, налоги с нас берет, а поддержать нуждающихся не может, физсистема эта неэффективная. И вот они хотят, чтобы мы еще в плюс к тому, что мы платим налоги, чтобы мы еще где-то откуда-то свободное время нашли и свободные ресурсы, и помогали нуждающимся людям. То есть взяли на себя функции, которые на самом деле государство на себя взяло, и им очень нравится. Ну, казалось бы, у нас бедная страна, и ресурсов этих нет. Но ваше исследование, кстати, показало очень любопытную деталь, что как раз склонны к сотрудничеству и к помощи ближним и к позитивному восприятию этих ближних как раз не богатые люди, а бедные. Да, которым нужна, им как раз нужна помощь, откуда они ее могут получить. Они легко это понимают? От других. И, например, именно на селе люди гораздо больше доверяют государственным институтам, потому что они оттуда получают помощь реальную, социальную, социобес таким образом работает. А в городах сотрудничать не нужно, потому что… Ну, сегодня я здесь поработал, мне понравилось, поменял быстренько работу. Здесь есть такие возможности. Профсоюзы у нас очень слабые. Вот со студентами тоже дискутируем. Иногда у них же есть капитал, новые знания, цифровые знания, и в цифровую экономику они могли бы влиться, хотя бы создавая для коммерсантов те же самые страницы Фейсбука для продвижения своих товаров. Они это умеют, но они не умеют оценить свой труд. Поэтому-то не поработали здесь, их надули, ну, найдут другую фирму, где поработать месяц-два. Они не зацикливаются на том, чтобы найти стабильно доходное место работы. У них как раз, наоборот, чувство уверенности возникает из-за того, что они мобильно, они могут поработать здесь. Сегодня забрал документы, завтра работает в другой фирме, а послезавтра вообще уехал куда-нибудь в Ирландию, в Германию и там нашел работу. Поэтому с этой точки зрения, может, и понятие сотрудничества, взаимодействия, участия в политике не нужно, потому что есть гораздо более дешевые, более эффективные способы решения своих проблем. Но это, опять-таки, индивидуальные способы. Индивидуальные, да, каждый за себя. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. После перерыва предлагаем вам звонить в студию 672-12-93-9, 672-13-93-9 и задавать ваши вопросы Сергею Круку и делиться своим мнением о том, как инструменты гражданского общества можно в Латвии развивать, и нужно ли это вообще, и кому это нужно. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «Подоплека». разговор в студии с профессором Сергеем Круком из университета Страдони, который занимается исследованиями, в том числе исследованием общества и гражданского общества. Итак, в первой части программы мы говорили о том, что феномен гражданского общества использовался в политической борьбе конца первого десятилетия 2000-х годов между партией хозяйственников, которые представляла народная партия и партии, ну как сказать, сторонников ультралиберальных, что ли, ценностей, которые представляли единственные… Да вряд ли, у них там помесь либерализма с национализмом, но больше они настроены все-таки на идеологическое решение проблем. Я называю все-таки победой ГИДПРОПа, потому что их инструменты решения проблем – это они прячутся в идеологии. Угу. Спасибо большое. Гости у вас такие, знаете, продвинутые в своей сфере деятельности. У меня такой вопрос к вашему гостю. Например, вот правительство Калвитаса, оно же было повернуто на сотрудничество с Россией. Вот могли быть хорошие перспективы у этого дела, а с Европой, само собой, там они не собирались разрывать или что-то прочее. И то, что вот это вот начался этот кризис, и свернули, все урезать стали, Греция не урезала и распрекрасно, и вот потеряли люди все, и работу, и умчались, и умчались подальше, подальше. Вот это тоже какое-то что-то повлияло. Надо было оставить все как было, платить деньги людям, работа была бы. Спасибо. Угу, спасибо. Ну вот об этом исследовании говорит, что это неуверенность в завтрашние дни и отсутствие уверенности, что ты получишь какую-то поддержку, потому что вот этот неправительственный сектор, он очень слаб, а государство помощью не занимается. То есть нас кинули в 2008 году, и поэтому нет уровня... Можно спорить о том, что вот либеральные или такие неолиберальные проблемы урезания внутренней девальвации, принятые правительством Домбровскиса с 9-го, 10-м году, они сработали. Да, потому что люди, они крутятся, вертятся, они же находят разные возможности, как применить свои силы, где заработать. Но огромный негативный эффект падения уровня доверия правительства, потому что нас просто бросили. Ну, да, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Вот интересно, что Репши ликвидировал дорожный фонд, потом пришла одна из министров, ликвидировала полицейскую академию, тем самым она опустила полицию, ушли профессионалы. Притягшие, оказывается, очень много денег пошло не туда. А вот почему за это, это же вредительство против Латвии, почему за это никто не отвечает? Вот каких-то людей судят, а они что, неприкасаемые, что ли? Спасибо. Да. У нас есть политическая ответственность, как говорят. Человек накосячил, он уходит с политической арены. Ну, при этом сама же партия Единство продемонстрировала, что как бы ты ни накосячил, тебе всегда найдут место. Для Солвит и Абболта не нашлось места в парламенте, хотя ее зрители полицейские. Об этом и речь, что этот критерий использовался против партии хозяйственников, крестьян и зеленых, народной партии до 2009 года. А сейчас делают то же самое, и как-то уже эти свои идеальные критерии политической культуры, они применяют уже выборочно. То есть к себе не применяют, как, например, этот случай тоже с Бондарсом, одни требуют, чтобы он ушел в отставку, другие говорят. Будучи осужден за хозяйственное преступление. И мы как-то не вмешиваемся в личное решение, и вопросы репутации каждый человек сам за себя решает. А то, что с рэпши началось, да, потому что юристы тоже, с которым я общался, говорят, что проблемы начались именно с рэпши, какой-то у нас четвертый год выборы были, ликвидация независимой гражданской службы, то есть независимого чиновничества. Если до того времени, и ведь смотрите, в 90-е годы, ну я служу, скажем, по сфере высшего образования, проблемы решались очень легко и достаточно быстро. И тебе было легко найти внимательные уши в Министерстве образования или в соответствующих каких-то департаментах, и ты выкладываешь свои рациональные аргументы, идеи, и быстро принимаются решения, то есть чиновник берет на себя ответственность, он слушает, он заинтересован в том, чтобы проблема решалась, если видит какую-то перспективу. Сейчас этого нет, проблемы не решаются. Чиновник просто сидит и сверяет буквально с текстом правил Кабинета Министров. И если правил Кабинета Министров нет, то закон не действует. Это они откровенно так и говорят. То есть они даже не берут на себя ответственность проинтерпретировать закон, что находится в их прямой обязанности. А что Рэпша сделал? Он политизировал гражданскую службу, то есть они стали зависимы теперь от воли и интересов той политической партии. Каким образом? Ну, опять делая правки какие-то в нормативных актах. И чиновничество теперь не работает независимо, оно не может, чиновник не может доказать, что я поступил самостоятельно, автономно, правильно, потому что это прагматично решает такие вопросы, потому что он подотчетен конкретной партии, и они там часто меняются. И эти партии меняют курс. То есть приходит новый министр и разворот делает на 180 градусов. Давайте теперь займемся ликвидацией русских школ. Это будет наша главная задача. У нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Говорите. Добрый день, Евгений. Вот то, что вы говорите, все правильно. И ваш гость говорит, что абсолютно с вами согласен. Но в латвийском масс-медиапространстве там совершенно вся другая информация. То есть там у нас все хорошо, мы на пике развития. Вот и... Удавшееся государство. Да, да. На злу Кремлю. Да, и вот подскажите рецепт, как донести... Вот вы, знаете, я вас сравниваю просто с каким-то радиосвободой, где, ну, в реальности... Вы говорите о реальной ситуации в Атрии. Но в латвийском пространстве совершенно нет такой информации. Вот, может, подскажете рецепт, как эту информацию донести до того пространства, если так можно выразить? Да, спасибо вам большое. Ну, я думаю, что тема регулирования информационного пространства, это может быть... Это не регулирование, это вопрос... Для следующей нашей программы, потому что вы изучали, и... А, не хотите сейчас сказать, у меня есть очень... Да, конкретно. Конкретная версия, да. Потому что латышские СМИ, они очень зависимы от агентства ЛЕТа. Агентство ЛЕТа, это у нас все просчитано, то есть у нас есть цифры. Агентство ЛЕТа, это в основном перепечатывает пресс-релизы крупных компаний, правительства и парламента. То есть то, что вы узнаете из латышских средств массовой информации, вы... Это голос правительства... Голос... Это политическая повестка дня. Существует три повестки дня. Медийная, политическая и общественная. Медийной повестки дня нету, потому что во всех СМИ на латышском языке одни и те же темы мусолятся. И даже проблема не в том, что одни и те же темы, а то, что те же самые люди говорят везде и в том же самом ракурсе подаются эти проблемы. Вот как сформулировал точку зрения пресс-секретарь министра, так это и пошло. И журналисты боятся посмотреть с другой стороны, с точки зрения человека, который, скажем, является... Или бизнеса, которым является потерпевшим в этой ситуации. Но у нас же есть агентство расследования «Рэбалтика». Как же вы не видите, что оно смело вторгается в общественный процесс? Они смело следуют той повестке дня, которая задана агентством «Лето» и, соответственно, пресс-релизами. То есть углубленное расследование проводится как раз по тем темам, которые подбросили пресс-секретарей. В разговоре с одним журналистом мы узнали, нащупал какую-то тему, звонишь в министерство, чтобы фактологию получить, координаты каких-то людей, ответственных за это направление. Они тебе говорят, подождите, через два часа все найду, все перезвоню. И через полтора часа уже в «Лете» эта новость, то есть пресс-релиз, но эта новость… Дополнена. Она не дополнена, она подается в том ракурсе, который интересен самому и выгоден самому министерству. Ну а как же документы, найденные в мусорнике на автовокзале? Вы не учитываете такие источники информации для наших расследований? Пресс-секретарь всегда может потушить пожар, и журналисты… Если он хочет, а если не хочет, то и не хочет. Нет, пресс-секретарь уже хотят, а журналисты идут просто вслед за пресс-секретарями. На поводу. Это то же самое, кстати, мы проводили такое исследование в самом конце 90-х годов. Почему говорят, что тогда, когда еще было здесь много русской прессы, почему русская пресса негативно настроена по отношению к Латыни? Очень просто, потому что в латышской прессе главные источники информации – это чиновничество и политики. То есть у нас все хорошо, все прекрасно. Средства массовой информации на русском языке в газетах главный источник информации – это маленький человек. То есть русская газета… Скажем, какая-то идея в парламенте возникла, давайте примем такой закон. Латышская газета публикует пресс-релиз и интервью с министром, ответственным за это направление. Русская газета идет вот к тому маленькому человеку, который этот закон затронет. И, естественно, там уже отношение появляется критическое. Вот в части вовлеченности общества и реализации каких-то программ, которые как раз нацелены, допустим, на решение социальных проблем, безработицы молодежные и так далее, по моим наблюдениям, достаточно активно себя проявили самоуправление, в частности в Латгалии, где эта проблема молодежной безработицы была достаточно большой. Однако распределение средств, которое происходит сверху, оно совершенно этот фактор не учитывает. То есть самоуправление из фондов Евросоюза, которое выделено на решение проблемы молодежной безработицы, получили какую-то мизерную часть. Основная часть ушла на государственное агентство занятости, на какие-то бесконечные консультации, курсы и так далее, вместо, допустим, программ практики, которые помогли бы людям реально найти рабочее место. И вот в связи с вовлеченностью общества, мне бы тоже хотелось узнать, как видит эту проблему самоуправление. Поэтому сейчас мы попросим нашего звукорежиссера Родиона Золотарева связаться с мэром Резакне Александром Барташевичем, чтобы попросить его комментарий на эту тему. Ну, потому что, по моим наблюдениям, вот именно Резакненский край и Резакне достаточно успешно в программах Евросоюза, направленных на социальные вопросы, участвовали и реализовывали их. Александр, добрый день. Слышите ли вы нас? Алло, Александр Анатольевич. Да, я слушаю вас. Говорим о вовлеченности общества как инструменте развития Латвии, который правительство в очередном плане развития ставит во главу угла и считает, что именно спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому, если люди дружно подставят свое плечо в развитии Латвии, то и все пойдет вперед и семимильными шагами. Вот как вам видится эта тема, эта проблема и действительно ли вы вот сейчас, например, в дни этой пандемии убедились в том, что участие общества, участие жителей в решении каких-то насущных задач реально помогает делу? Это один из важнейших факторов развития страны, и я тут не согласен, что мы называем себя утопающим, поскольку это совсем не так. И тогда второй вопрос встает, утопающие – это жители, утопающие – это власти. Поэтому, чтобы на него не отвечать негативно, или точнее позитивно в данном случае, хочется думать, что у нас не все так плохо. И, конечно же, один из важнейших факторов является вовлечение жителей в процессы, не только политические, но и хозяйственные. И чем больше этого вовлечения, тем лучше результат. Поэтому, конечно, здесь очень важна обратная связь, как правительство с населением, так и самоправление с населением. В какой-то степени местным властям легче осуществляется, потому что мы ближе находимся к людям, нам гораздо легче общаться практически ежедневно. И, конечно, мы делаем все, чтобы жители участвовали во всех процессах, потому что если даже самая прекрасная задумка, самые прекрасные планы, они не смогут реализованы, если они будут реализовываться в противодействии к главному получателю этого продукта, то есть жителям, которые находятся на местах. Конечно же, политики стараются, ну, по-всякому угодить это естественно своим избирателям, и эти процессы, мне кажется, нужно стимулировать, потому что сами по себе жители ведут, может быть, неприятный вывод, но достаточно пассивно. Поэтому они должны в первую очередь знать, если мы рассчитываем на то, что самоправление и правительство будет работать в связке с населением, они должны знать о возможностях, что самоправление и правительство готово к такому сотрудничеству, поэтому здесь нужно использовать все возможные методы для того, чтобы вот этот вот лед растопить в отношениях между властью и жителями. Хорошо, Александр, но а практически, практически, вот видите ли вы, например, в планировании каких-то государственных программ, что государство и правительство поворачиваются к вам лицом, оно стремится вам больше предоставить ресурсов, больше возможностей для того, чтобы вы со своими жителями работали и вот эту общественную активность развивали? Или это, ну, в основном, ваше прерогатива, вы должны каким-то образом у себя же в бюджете изыскивать ресурсы для того, чтобы поддерживать там общественные организации и так далее, и так далее? Ну, опять же, я бы не разделял, потому что управление тоже где-то государственной власти, и мы, ну, так скажем, на стороне власти находимся. Понятно, что не на все инициативы правительство обязано отвечать, но там, где мы хотели бы участие больше, парламент и правительство, там, ну, конечно, по-разному происходит. Где-то мы получаем поддержку, где-то в невосслуженном про определенные самоправления забывают, но, конечно, конечно, есть связь и между правительством и самоправлением, и тут я бы сказал, что мы в разных хипостасиях эту связь реализовываем. Ну, хотя бы такой простой пример, как освоение структурных фондов Европейского Союза, потому что все планирования в отношении этих денег, которые достаточно серьезным ресурсом для самоправления является, это распределяет его правительство и планирует тоже правительство. Поэтому, как бы, здесь главное вовремя самоправлению заявить, а что бы мы хотели в следующем, в следующем периоде планирования, потому что это планирование очень долгосрочное, оно включает период 7 лет, когда мы тратим деньги, ну, по крайней мере, половина этого срока, это планирование. Конечно, если мы говорим об инициативах жителей, населения, то понятно, что эти инициативы, они где-то в какой-то степени находят отражение в политических программах партии. Там, конечно, они появляются, и в жильям всегда есть возможность оценить того или иного политика, вот именно, а что бы он хотел нового принести. И так смотрит сложной список, что он сделал уже. Мы, как бы, вот пытаемся по разным направлениям вот эту обратную связь реализовывать, это и опросы населения. Ну, как бы, мы сейчас живем в достаточно современном мире, есть какие-то определенные достоинства, есть недостатки всех этих процессов, например, есть законодательство, которое защищает персональные данные жителей, и вот в этом смысле, конечно же, проведение опросов очень усложнилось. Ну, как последний, да, как последний пример, это на связи с COVID мы оказывали правильную помощь пенсионерам, школьникам, и, к сожалению, из-за защиты персональных данных мы не могли даже просто спросить, а эта помощь, она пришла к месту, то есть она была затребована, и правильно мы действовали. Это только вот так вот как бы вербально, но такой массовый опрос мы не можем провести. Понятно, что это, во-первых, занимает ресурсы, и если мы пытаемся, ну, включить роботизацию этих процессов, то есть через перес-ботов опрос такой произойти, то это уже невозможно, потому что мы просто не имеем права использовать даже данные по телефонам, там и адресам, рассылать эти опросы даже не имеем. Понятно. Хорошо, Александр Анатольевич, мы, да-да-да, спасибо большое вам за ваш комментарий, у нас время программы подходит к концу, поэтому спасибо Александру Барташевичу, мэру Рызыкне, за комментарии по обратной связи с населением. Ну вот опять-таки, да, получается, что самоуправление хотело бы узнать ответ на то, как в этом кроется много проблем вот этого участия, потому что эти наши политики говорят, что участие, участие, да, это ценно и нужно, но когда начинаешь смотреть нормативные акты, регулирующие конкретные этапы участия, получается, что очень много барьеров на самом деле, поэтому участие, не участие, не потому что у нас в мозгах что-то не так, что мы не доверяем друг другу, а потому что мы пробовали, мы разбивали лбы об этом и больше не делаем. Плюс еще это требует все-таки ресурсов, хотя бы элементарно, вот в том же Рызыкненском крае тебе нужен общественный транспорт, а в том, чтобы доехало того места, где это участие и происходит. Происходит, да. Спасибо. Сегодня мы говорили в программе «Подоплека» о гражданском обществе, о том, как мы, каждый из нас, может участвовать в жизни нашего государства. Но, к сожалению, исследование, которое провели в университете Министраде на эту тему в этом году, показывает, что почти 80% латвийского населения никоим образом не участвует ни в каких общественных активностях. И, может быть, самое большое поле, в котором действительно люди принимают это участие, это, наверное, национально-культурное общество. Да, культура, хоры, танцевальные группы, театр самодеятельный. Поэтому, к сожалению, декларации об участии общества в развитии нашей страны остаются декларациями, а мы поблагодарим… Плохими декларациями, там есть конкретные барьеры, мешающие участию. Ну, нас не слышат, к сожалению. Вот мы стучим лбом, достучаться не можем. Я думаю, что мы еще встретимся с Сергеем Круком, чтобы поговорить о том, как устроено наше политическое медийное пространство и каким образом маленький человек может рассказать о своих нуждах какому-то кругу заинтересованных слушателей. А сегодня в программе подоплека, напоминаю, участвовал профессор университета страдания Сергей Круг и звукорежиссером в студии работал Родион Золотарев. Программу провела Людмила Прибыльская. Всего доброго. До свидания.